Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своём канале Тара Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я решила сделать освещение на тему, что он такое хочет рассказать вам. Либо же он это узнал, либо же он это осознал. Посмотрим, но просится, действительно хочет мужчина что-то сказать вам о вас же самих. Пока я готовлю, заряжаю колоду, я хочу поприветствовать своих постоянных подписчиков, поблагодарить новых подписчиков за то, что вы со мной здесь рядышком. Также приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку здесь сейчас добавлю. Там я ежедневно делаю послания, мысли, чувства вашего мужчины, о том, что происходит у него в жизни, какие у него планы, также советы вселенной от рун и рунических ставов, определенные послания для вас, которые вам нужно знать именно в тот период, когда вы открываете этот пост. Информация приходит каждому из вас в самое нужное время. Поэтому подписывайтесь, там у нас уютно, спокойно, легко. Очень светлые, хорошие мои подписчики, которые делятся своими историями, рассказывают о том, что у них происходит в жизни. И я направляю вас, как можно осуществить свою мечту и не жить в постоянных ожиданиях, а создавать свою реальность и наслаждаться, и получать именно то, чего вы хотите. Кто не успел нажать пальчиком, не волнуйтесь, в закрепленном комментарии там будет ссылочка. Ну что же, называйте имя вашего мужчины, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Посмотрим, какая пара сегодня пришла, познакомимся сейчас. Мужчина, какой ты? Какая вы? Что между вами? Какой мужчина? Какая вы? Что между вами? Ну, слушайте, у вас прямо либо действительно оба, причём вы такие горячие энергии, у вас очень горячие, здесь вы, знаете как, коня на скаку остановите. Вот как в прямом, так и в переносном смысле слова. Здесь действительно кто-то действительно это сделал. Понимаете как? Но здесь так, вижу цель, не вижу препятствий, и вы оба такие, вот просто два огня, две пары, которые, две пары, интересно. Посмотрим, почему две пары. Просто так, оговорок нету. Девчонки, а что между вами? Разрушились иллюзии. Разрушилась определённая какая-то ситуация, которая тянулась на протяжении длительного времени. Мужчина такой, самовлюблённый, эгоист, солнце выходит на него, старший аркану, и да, кстати, два старших аркана. Отличненько. Мужчина, у которого сейчас идут перемены в жизни, какой-то выбор он сделал. Мужчина, который сделал выбор в пользу себя, сразу могу сказать. Здесь он такой, что я люблю себя, и в первую очередь здесь он будет доставлять какие-либо удовольствия, думая о себе в первую очередь. Понимаете, как здесь он принимает решения, здесь он не подстраивается ни под кого, здесь мужчина, да, ну как и шла информация. Сначала сделал для себя, а потом посмотрю, нужно ли мне делать что-то для кого-то. А вы сейчас, девчонки, знаете, вышли с определённых ограничений, вышли с ситуацией, которая действительно была огромным грузом для вас по жизни. И вы ясно и чётко посмотрели на эту ситуацию, даже если она приносила вам тяжесть и боль, вы осознали этот момент, вы сделали выводы, и вы, как интересно, здесь мужчина выходит в энергиях солнца, да, самовлюблённый, и вы выходите в семёрочке жезлов, то есть та, которая держит свой внутренний мир и больше не подпускает никаких ни событий, ни людей, которые смогли бы как-то пошатнуть ваш баланс. То есть вы порознь, но каждый находится в своём мире, знаете как, каждый держит буквально свою оборону почему-то. Но мужчина здесь пришёл в это осознание после определённых перемен, после какого-то перерождения, после какого-то принятого им выбора, а вы же наоборот, ну, знаете как, пережив уже определённые тяжёлые события в жизни, знаете, броня у вас такая, теперь у вас уже никто не тронет, никто не пошатнёт, вот знаете, ваше внутреннее состояние. То есть вы держите определённый баланс и больше не подпускайте негатив в свою жизнь. Между вами идёт сейчас разрушение иллюзий. Ну вот отличненько, сейчас посмотрим, что же там он вам хочет сказать, почему иллюзии собственно уже разрушились и послушаем мужчину. Называйте его имя, прямо обращайтесь к нему здесь и сейчас. Говорите ему, что ты хочешь мне сказать, что я должна узнать, что ты обо мне узнал. Давайте смотри так. парочка. Парочка маг и верховная жрица. Называется кто кого, девочки. И сила. Обожаю эти энергии. Ну пара пришла. Каждый из вас обладает определенными способностями. Уже у кого какие нет смысла. Освещение общее и каждый слышит своё. Кто силой мысли умеет как-то влиять на людей, на жизнь. Здесь вы каждый создаете свой мир и свою реальность. И у вас как будто какая-то идёт стычка. Понимаете? Каждый из вас силён в определенном аспекте. Каждый из вас буквально играет музыку по жизни, по которой продвигаются буквально события все. То есть вы планируете, вы создаёте свою реальность. И вы, и он. Понимаете? Маг и Верховная Жрица. А между вами двойка жезлов. Это двойственность. И здесь карта сила, которая действительно говорит о том, что здесь ни вы не можете его подчинить, ни он не может подчинить вас своей воле. То есть здесь очень две сильные личности, которые явно, чётко. И знаете, вот так идёте по жизни. Вот наравне. Так, и что? Причём идёте вдвоём к одной цели, сразу могу сказать, к свету, к одной цели, которая у вас есть на горизонте. У вас есть, она впереди. так, и что ты хочешь сказать? Сердце у него разбито. Не может никак принять мужчина решение, сразу могу сказать. Здесь для него принятие этого решения ассоциируется с тем, как будто бы он должен преодолеть какие-то непреодолимые препятствия. То есть знаете, как будто бы узнать, как говорят, выше крыши прыгнуть. Чтобы прийти к вам, а вас он показывает королеву кубку, любимую. Вы тоже знаете, такая как ёжик. В чём идёт речь? О том, что вы можете быть мягкой, вы можете быть нежной, но уже нарушив ваш баланс внутренний либо же душевный по жизни, вы больше не позволите себя ранить. Вы можете как и обогреть, так и испепелить либо человека, либо события в вашей жизни. Потому что изначально по сигнификации я видела, что вы уже вошли в этот внутренний баланс и вас уже ничем не пошатнут. Ну хорошо, а что ты хочешь сказать? на что у тебя возможно открылись глаза? Давайте так ему конкретные вопросы ставить, потому что сердце у него тут болит. На что открылись у тебя глаза? На то, что вы единственный вау, какие карты, девчонки. Знаете, как говорится, ценишь, когда теряешь. Вот он говорит, я полный дурак, потому что ты для меня звезда иерофант. Иерофант это бог. Ты там, на которую молиться нужно. А я в своё время это не сделал. Я в своё время тебя недооценил. Понимаете, о чём идёт речь? Вот на что открылись у него глаза. Сейчас он осознаёт, насколько вы ясная, вы иная, вы нереальная, вы, ну здесь, во-первых, изначально, а чего ты, да, подтверждаешь? Молодец. По карте Верховная Жрица здесь как бы три в одной, понимаете как? Здесь в вас идёт совмещение самых лучших качеств, которыми могут обладать как минимум три человека. У вас тройная сила, в вас тройная сила любви, добра, страсти, женственности, сексуальности, стабильности, и это всё в тройной силе. А он говорит, я дурак в своё время, я этого недооценил. Ты недооценил или ты не понял? Уточни, дорогой. Он говорит, ты меня просто с ног сбиваешь этим вопросом. А, девочки, что он понял? Он понял, что он вас любит, знаете как? Но почему-то он говорит, что уже поздно, уже поздно, но я только сейчас понял, что я действительно тебя люблю и его как-то в свою очередь ваша известность, ваша, возможно, вы далеко с ним на расстоянии друг от друга, возможно, вы вообще иная, возможно, вы старшая, либо же у вас разница конкретная очень сильная, и это его как-то пошатнуло в неуверенном состоянии, понимаете как? Почему тебе это пошатнуло? Чё тебе там пошатнуло? А, девочка, потому что он сам солнце. Ну, конечно, а как же так? Кто-то может быть лучше меня, понимаете? Здесь такой момент, что мужчина сам, ну и вышла, это да, карта с его сигнификацией, самовлюбленный эгоист, а вы звезда, а здесь две галактические личности буквально у меня находятся здесь на освещении, которые, как и изначально, да, маг и верховная жрица. Здесь не может быть, знаете, как в парах иногда есть кто-то главенствующий, кто-то, тот, который идет рядом. здесь две стильные личности. Ну и что? И он здесь говорит, что я люблю тебя, вот искренне. Вот насколько мужчина здесь вообще по жизни такой был раньше, с устоями такими, что как я сказал, так и будет. Я буду в паре главной, как я решу, так и будем действовать. А с вами, с звездой и картой Иерофант Бог, как ты можешь поспорить? Ты не можешь с этим поспорить, потому что вы сама, как сказали, так и будет во всем мире, понимаете как? Вы сами творите свою реальность, и никакое самовлюбленное чудо вам не может, естественно, ничего не навязать, не сказать. И он это понимает. Девочки, здесь мужчина искренне от души хочет вам сказать, что он вас любит. И вы исполнение его желаний. Его тянет по дьяволу к вам так, как никому никогда. Если вы были вместе и вы проводили горячие ночи здесь, это время было лучшим и останется лучшим для него на всю жизнь, несмотря на то, что было либо что будет в его жизни. Здесь у него дикая тяга к вам, когда выкручивают тело, когда мышцы буквально сами напрягаются от внутреннего возбуждения идёт информация о том, что он говорит, мы с тобой считываем информацию, вот смотрите, как хорошо показывают карты. Во-первых, карта влюблённая. Он говорит, что смотри на твои глаза, я теряюсь в этом пространстве. Либо он же смотрит на вашу фотографию, либо же действительно вы были в реальном времени вместе. Он говорит, я теряюсь, я теряю время, я не понимаю, где я нахожусь. только твои глаза передают мне, у меня здесь мигает свет, шикарно, передают мне информацию ту, которую ты не должна даже озвучивать. Посмотрите, какие шикарные карты. здесь мужчина говорит о том, что несмотря на то, общаетесь вы с ним словами, либо нет, вы получаете информацию друг о друге без слов. Вы чувствуете и ощущаете друг друга, переплетаясь энергетически. Это высший уровень отношений. Здесь на карту Иерофант идёт карта Туз Кубков. То есть здесь любовь высшего уровня, любовь, которая подарена вам Вселенной. А когда есть эта настоящая, искренняя, безусловная любовь, неважно, вместе вы физически или нет. Вы чувствуете, вы ощущаете и вы уже благодарны друг другу за то, что вы есть у друг друга в жизни. Что ты ещё хочешь сказать о красотке, которая смотрит моё освещение? Что она должна знать? Да, повторяет он информацию о том, что ценишь, когда теряешь. И я без тебя не вижу дороги и продвижения по жизни вперёд. Он говорит, я тебе буду до старости, понимаете, ждать. Почему-то говорит ждать, а почему ты будешь ждать? есть три препятствия какие-то у него, которые он должен преодолеть. девочки, до старости понятно, что это относительная информация. Не нужно теперь думать, что вам теперь нужно постареть только для того, чтобы его встретить. Нет. Но здесь идёт информация о том, что долгий период времени. Он говорит, то есть я готов ждать тебя сколько нужно. Давайте так, чётко ясно, чтобы потом не было, ой, всё, до старости ждать не буду. Нет, всё, не моё. Девочки, адекватненько реагируем. Понятно, что освещение общее, каждый слышит своё. За личными освещениями пишите мне в личку в Инстаграме и Фейсбук, ссылочка в закреплённом комментарии. Здесь есть три определённых препятствия, либо же три женщины, которые находятся в его окружении и не дают ему буквально продвигаться и двигаться к вам. Здесь может быть мама, начальница и сестра. Здесь возможны три женщины рабочие. Здесь возможны три ситуации, которые буквально, знаете, как палки в колёса ставят. И он говорит, что мне нужно сначала их преодолеть и потом явиться к тебе. Ну, хорошо, преодолеешь? Преодолеет ли он? На данный момент он не имеет представления, как это сделать, вам сразу могу сказать. Но ситуация изменится. По карте смерти это карта перерождения. То есть сейчас, ну, почему он и говорит, что да, мне нужен период длительный. Если бы сейчас он знал и понимал, как ему выйти из этой ситуации, мне бы карты не показали состояние повешенного, разочарования, луны, вообще не знает. Сейчас нет, сейчас не знает. Но на дне колоды карта смерти, которая действительно показывает о том, что будет перерождение и изменение. Хорошо, давайте смотреть, в какую сторону будут изменения. Сейчас вы поняли, что ты не в состоянии еще эти преграды преодолеть. Сейчас ты еще в раздумьях. Ну, знаете как, я все равно свое не отдам. Вот сидит, как эта белочка такой вот милый. Собрал вот все свое родное. И говорит, все равно добьюсь. Вот все равно. Вот такими глазочками прямо смотрит, смотрит и говорит. Все равно своего добьюсь, девочки. Вот прям такие глазки у него, как у белочки. Не знаю, почему вам видно, виднее. Так, хорошо, а вообще преодолеет он потом? Давайте без срока будем смотреть. Препятствие. Ну, старшие арканы это всегда, конечно же, да. Ответ, да. То есть, здесь говорится о том, что вот это состояние отшельника он преодолеет, потому что, знаете как, он уникальный. Он здесь как-то очень необычно выйдет с этой ситуацией. Нестандартно. И по карте башни он разрушит вот это вот состояние отшельника. Но здесь вот никто от него не будет ожидать этих действий. То есть, здесь абсолютно какое-то будет иное решение, проблем, которое не похоже ни на что как бы стандартное, которое бы могло быть в этой ситуации. Преодолеешь. И что будет потом? Потом он придет, к вам и появится, девочки. Вот смотрите, придет с разговором, придет, скажет о том, что мне было без тебя сложно, мне было без тебя тяжело. Я как этот ягненочек, метался по жизни. И только уже решив определенные вопросы, но здесь все равно, здесь я вижу, что это не быстрая история, девочки. Здесь должно пройти определенное время, но тем не менее, здесь человек добьется свое через боль, через страдание, через разочарование, здесь через по десятке мечей, это такое состояние, когда ты настолько угнетен тем, что ты не можешь сделать, что тебе жить не хочется, и он преодолеет эти. Да, он говорит, что моя мечта станет реальностью. Вот и все. Я все равно добьюсь, он говорит, то, о чем я мечтал. Давайте спрашивать, о чем мечтал. О чем мечтал? Долгое время причем мечтал, девочки. Ну, кубковый король, о чем он еще может мечтать? О любви. О настоящей, о искренней, которая на протяжении длительного времени, знаете как, возможно, вы с ним давно не общаетесь, либо же идет информация о том, что должен пройти длительный период времени. В любом случае я вижу эту информацию, что я хочу любить, я хочу быть любимым, и я буду работать над этими отношениями, несмотря ни на какие жизненные ситуации и двоякое состояние. Я преодолею обман, я преодолею, даже он говорит, я готов пойти на обман, для того, чтобы добиться своего, поймать эту свою золотую рыбку. Он говорит, что я готовить и на любые поступки. Да, закрывать глаза на многие вещи, даже если тут что-то будет как-то не по закону, неправильно, не честно, он пойдет на эти обман. Для чего пойдешь на обман? Для того, чтобы прилететь к тебе, для того, чтобы двигаться к тебе. Вот посмотрите, стоит человек, вот он хочет достать, он словил, и он говорит, что я в любом случае добьюсь, я словлю эту рыбку и буду ее держать в руках. То есть она не будет уже от меня на расстоянии. Я ее уже буду держать в руках, несмотря ни на что, даже если мне нужно преодолеть будет, определенные расстояния, определенные жизненные. Знаете, здесь он согласен даже поменять круг своего общения, круг своих друзей. Он говорит, что я готов выйти с каких-то либо семейных, либо дружеских отношений. Здесь он готов пойти на перемены, обманув окружение даже. А почему тебе нужно обманывать окружение для того, чтобы быть любимым? Понятно, что любимый с вами, потому как я делаю на пару. Почему тебе нужно? Ну вот и выходит, карта с его сигнификацией. Он говорит, потому что иначе никак. Я должен, чтобы с вами быть, он, во-первых, должен стать другим. Он стать должен стабильным. Знаете, перестать быть как вот этот дурачок какой-то, мотаться постоянно. Какие-то хихоньки, хахоньки, какое-то неответственное положение. Он говорит, я должен взять ответственность, я должен измениться и прийти к тебе уже в роли короля Пентаклевого, то есть человек, который может взять ответственность. Сейчас он, ну вот такое, девочки, ну такое, что-то ха-ха, хихи, люблю, не люблю, тут меня нет, тут я есть, тут привет, тут пока лис, понимаете, хитрый. Такое поведение неадекватное. А он говорит, что ну с тобой так не работает. С тобой нужно быть степенным в отношениях, иметь ответственность. Он говорит, что я, слушайте, здесь мужчина у вас работает где-то, где нужно носить определенную форму, определенную одежду. У него тут какой-то есть либо амулет он носит, либо же подвесочку носит, либо же есть у него как-то наколка, либо родимое пятно вот в области груди. Вот здесь есть у него какой-то отличительный опознавательный знак, девочки. Он говорит, что я должен стать серьезной, понимаете, здесь он должен возрослеть, неважно сколько ему лет, здесь должно вообще мышление поменяться, оно у него поменяется, поменяется, потому как по карте суд это карта возрождения, итога, переменов, перемен, принятие выбора. И здесь он сделает выбор в сторону мужчины, который хочет иметь семью. Пентакливый король, это муж, это тот, который несет ответственность, это тот, который принимает решения. А что ты о красотке расскажешь? Вы взрастили с него, с мальчишки, лидера, девочки. Вот так вот, девочки, вы его изменили. Вот после встречи с вами, смотрите, какой он был. Маленький мальчик, а вы из него сделали победителя, победителя по жизни. Здесь, возможно, человек действительно стал известным, популярным. Здесь человек, возможно, стал зарабатывать почему-то идёт лучше, либо же получать определённые награды, выходить на новый уровень по жизни, либо в рабочем. Но здесь идёт слово первый. Первый. Он стал лучший. Что он хочет сказать? Это благодаря вам. Это вы его взрастили. Это вы его изменили в лучшую сторону. А что вы сделали для того, чтобы... Давайте посмотрим, интересно, чтобы его так взрастить. Что вы что-то сделали? Конечно, по десятке кубков. Вы дали ему всё. Вы дали ему любовь. Вы его вывели с этого состояния, когда он был бессильный, разочарованный и не верил вообще ни во что в этой жизни. Вы ему подарили эту любовь безвозмездно, даром. Вы ему дали понять, что всё самое лучшее может свершиться. И вы своей нежностью, своей светлой, ясной энергетикой его буквально зажгли. Вы вывели его состояние ограничений, когда он был... Знаете как? Человек же сам себя может ограничивать своими мыслями и своим потоком мышления. Вот он был, понимаете, как загнанная лошадь. которая была уже привязана определёнными. А вот так не так, а здесь не так, и там не получилось, теперь не пойду. Знаете, он сам себе выстроил определённые заборы. А вы, появившись в его жизни, открыли ему дверь вообще в новую реальность. Вау, какая вы необыкновенная. Давайте посмотрим, что он хочет вам передать здесь и сейчас. Безумно хочу встречи, безумно хочу видеться. Вот если бы мог, девочки, вот сейчас бы примчался. Вот если бы мог, вот просто сейчас бы сел на этого коня. Здесь он очень хочет встретиться с вами, здесь он хочет очень увидеться и говорит, я люблю тебя, любимая моя. Ты моя любимая. Он выходил в энергиях короля кубкового, а вы королева кубковой. То есть он видит вас с парой. И до безумия девочки хочет с вами увидеться, встретиться и свершить то, о чём он давно мечтает. Он хочет быть вашим императором. Вы очень знаете такая на слово умная. Возможно, ваша профессия либо же по жизни вы связаны с общением, с коммуникацией, с людьми. То есть вы мудра не по годам, говорит он. Я вижу это в тебе, я вижу эту мудрость в тебе. Ты понимаешь, считываешь людей, даже не видя их. Ты знаешь уже о них. У тебя есть знания. Вот вы, возможно, интересуетесь, что-то изучаете, постоянно что-то читаете, развиваетесь. И он говорит, что мне такая нужна, умная, мудрая и только такая, которая, ну, коня остановит на скаку. Вы, слушайте, вы везде с закрытыми глазами, девчонки. Вы обладаете, ловите информацию со вселенной, даже не зная об этом. У многих через сны информация приходит. Многие, не видя, не зная ситуации, чётко знают, как всё произойдёт и как правильно направить в какое русло либо человека, либо ситуацию для исполнения в определённом контексте. Вот всё равно идёт эта информация, девчонки. Вот такой вот насыщенный, глубокий, информативный просто какой-то поток сегодня был. Давайте посмотрим ещё на рунах, что руны хотят нам передать. Всегда говорю, досматривайте до конца моё освещение, потому что никогда не знаю, что будет. Вы также можете задавать вопрос, который не относится к теме моего освещения, просматривая мои видео, и вы обязательно получите ответы на все свои вопросы, потому как мы находимся в очень сильной взаимосвязи со Вселенной, и она всегда ответит вам на ваши вопросы. Я же хочу задать вопрос рунам, что вообще ждёт эту пару в перспективе? вы можете задать свой вопрос. Что ждёт пару в перспективе? Эта руна говорит о том, что здесь вы добьётесь буквально добьётесь друг друга. Понимаете, как идёт информация? Вот всё равно вы сильные, и вам вот никто из вас в паре не будет покоряться. Но, тем не менее, вы выйдете на тот уровень, когда вы начнёте приносить какую-то пользу и выгоду друг другу даже в ваших отношениях. Здесь не только о любви речь, здесь, возможно, у вас будет какой-то общий бизнес, либо же вы будете каждый развиваться в своём бизнесе, но дополняя друг друга. Возможно, у вас как-то будет дело, либо же работа связана как-то в одном направлении. То есть, вы не будете перечить друг другу, и вы будете даже взращивать свою пару не только на эмоциональном, любовном уровне, но также и на финансовом. Новые знакомства у вас появятся. И эти новые знакомства будут вам помогать также и в развитии себя, и в развитии себя как Личности, и в развитии себя в рабочем моменте. Также здесь идёт развитие и духовного характера. Поэтому я же сразу сказала, что здесь пара, которая взращивает друг друга через эти отношения, которая меняет, меняет мировоззрение, меняет окружение. И здесь вы просто знаете как экстра дабл подпитка друг другу, которая даёт развитие и в жизни, и в любви, и в стабильности, и в работе, и в благополучии. Тут просто такой концентрат просто энергетический ко мне сегодня пришёл. Шикарно! Благодарю Руны, благодарю Таро, благодарю вас, что приходите на мои освещения. Я счастлива вас видеть. Благодарю вас за ваши донаты в поддержку развития нашего канала. На эти деньги куплены свечи. Корм отправлен, корм отправлен, да, действительно, корм отправлен птичкам, который куплен на эти деньги. Благодарю вас за то, что вы даёте мне это тепло, поддержку. Как меня отблагодарить? Ссылочка в закреплённом комментарии. Буду счастлива с вами увидеться на моих остальных видео. Желаю вам шикарного времени суток. С вами была Евгения и мой канал Тара Солнце. Пока-пока!